ПЕСНЯ 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 состояние перехода из одного качества, традиционного, устоявшегося, в другое, новое, неизведанное. К сожалению, имеются влиятельные глобальные игроки, которые хотели бы изменить мир до неузнаваемости, лишить человечества традиционных, духовных и культурных ценностей, без чего путь в новое состояние, скорее всего, окажется катастрофичным. Христианство и сформированная на его основе целостная система духовно- и культурно-богатых ценностей и смыслов, спасительным образом помогая человечеству не сбиться на гибельный путь самоуничтожения. И люди, которых мы сегодня чествуем, как новых лауреатов премии фонда, играют каждый на своем месте огромную роль по защите и утверждению христианских православных ценностей. Сегодня мы чествуем лауреатов премии фонда известных и авторитетных государственных и церковных деятелей из различных стран, предстоятеля одной из древнейших поместных церквей Грузинской Православной Церкви, нашего возлюбленного собрата, блаженнейшего и святейшего католикоса-патриарха всей Грузии Ильи II, его превосходительства президента Ливанской Республики Мишеля Сулеймана и президента Акционерного Общества Российские Железные Дороги и благотворителя Владимира Ивановича Икунина. Среди лауреатов премии за 2012 год святейший и блаженнейший католикос-патриарх всей Грузии Илья II. Недавно его святейшество и блаженство праздновал 35-летие патриарха интернизации и 80-летие со дня рождения. И сегодня святейший патриарх и католикос Илья II является старшим по возрасту среди всех предстоятелей поместных православных церквей. Святейший патриарх Илья осуществляет неустанное первосвятительское служение в непростое для его страны и его паства время. Укрепляя духовное единство грузинского народа, его святейшество много сил полагает для возрождения церковной жизни, развития национальной культуры, утверждения евангельских начал в жизни общества и пользуется потому глубоким уважением не только своего народа, но и всего православного мира. За многие годы своего патриаршества, его святейшества и блаженства растяжал высокий духовный авторитет. Его мудрость и глубокий пастовский опыт помогли русской и грузинской церкви даже в самые непростые годы для межгосударственных отношений сохранить в общении между собой теплоту Христовой любви и братскую искренность. Прошедший год был непростым для России и других стран, когда испытаниям на прочность подверглись самые основы нашей веры и нравственности. Но вместе с тем отрадно, что на защиту православия встали сотни тысяч простых людей, а также видные общественные и государственные деятели. Все это стало свидетельством того, что церковь остается наиболее влиятельной духовной и общественной силой, и ее позиция весомой и актуальной при выработке общего христианского ответа на вызовы и угрозы современного мира. Впереди у нас еще много трудов, в которых мы должны назидаться и вдохновляться с словами святого апостола Павла, призывающего хранить единство Духа в союзе мира. И все эти труды должны быть направлены на укрепление мира взаимопонимания между людьми, на преображение человеческих отношений на уровне личных контактов, семьи, трудовых коллективов, обществ, государств и всей человеческой семьи. Святейший и блаженнейший католикос-патриарх всея Грузии Илья II в миру Ираклий Георгиевич Гудушуари Шиалашвили родился 4 января 1933 года во Владикавказе. В 1952 году окончил русскую среднюю школу номер 22 города Орджоникидзе и поступил в Московскую духовную семинарию, которую окончил в 1956 году, а затем продолжил обучение в Московской духовной академии. 16 апреля 1957 года в храме святого Александра Невского в Тбилиси за благословение патриарха всея Грузии Мелхиседека III принял монашеский постриг с именем Илья. 23 декабря 1977 года был избран католикосом-патриархом всея Грузии. Интронизация состоялась 25 декабря 1977 года. С 1978 по 1983 года был президентом Всемирного Совета церквей, награжден орденами Грузинской и других автокефальных православных церквей, государственными наградами Грузии и иных стран ряда международных организаций. Играет выдающуюся роль в укреплении духовного единства грузинского народа, много делает для развития национальной культуры, продвижения идеи миротворчества и сотрудничества в жизни общества. Имеет огромный авторитет и признание во всем православном мире в целом. На сцену приглашается его святейшество и блаженство святейший и блаженнейший католикос-патриарх всея Грузии Илья II. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня, получая премию, я отношу ее к заслугам не самого себя, а грузинской православной церкви, грузинскому народу, который, несмотря на большие трудности коммунистического и посткоммунистического периода, проявил глубокую любовь к Богу и восстановил и построил тысячи церквей и монастырей, восстанавливая вместе с этим духовность народа. Необходимо сказать, что наше награждение происходит на фоне, когда отношения между Россией и Грузией не являются нормальными. И только усилия русской и грузинской православных церквей сохранилась духовная связь и добрые взаимоотношения. Думаю, что сегодняшнее событие будет способствовать восстановлению связей и между нашими государствами. В Грузии мы выдвинули три аспекта взаимоотношения между людьми. Три ценности должны способствовать укреплению мира и справедливости между отдельными личностями и целыми народами. Это Бог, это Родина и это человек. православная вера в Бога является основанием любовь к Родине и человек как великая ценность. для кого дороги эти ценности, тот никогда не принесет вреда ни человеку, ни государству. Мы должны укрепить эти чувства внутри нас прежде всего. если хотим быть достойными людьми и гражданами неба. Еще раз я приношу глубокую благодарность за вручение мне столь высокой награды и свое выступление хочу закончить словами святого Иоанна Златоуста. Слава Богу за все. Завершается 13-е ежегодная церемония награждения лауреатов премии Международного общественного фонда единства православных народов за 2012 год. Вся деятельность сегодняшних лауреатов премии имени святейшего патриарха Алексея II является ярким свидетельством живой творческой христианской веры следования живительным ценностям святого Евангелия. Мы еще раз поздравляем наших сегодняшних лауреатов желаем им всем Божьего благословения на все их будущие добрые дела.